Привет, друзья! Мы сегодня в Мотолино байкпарке в Ливиньо и сегодня Вадос расскажет нам о своем мнении о покрышках, которые называются Хатчинсон Грифус. Как я говорил до этого, это очень хорошо разрекламированные покрышки, многие уже их потестили и так далее, но я себе еще тоже взял уже, но еще не ставил. Думаю, мои и закончатся, я их поставлю. Они у меня в багажнике валяются, но пока я их не поставил, мне очень интересно узнать вот мнение того, кто уже на них покатался, не только пощупал, а вот прям покатался. И сегодня уже четвертый день каталки Вадоса и он может сказать свое мнение. Ну изначально я приехал на Швальбе и в целом я и катаюсь всегда на Швальбе, у меня стоит либо два Мэджик Мэри, либо спереди Мэджик Мэри, сзади Хансдамф, в зависимости от типа трасс, где нужно больше наката, меньше цепкости заднего колеса я ставил Хансдамф. В этой поездке у меня покрышки заканчивались, и я давно смотрел в сторону Хатчинсон, потому что это действительно качественная резина, и я ее тестил на Кантриничках, я ставил себе питон, кобру, это легендарные покрышки, если вы знаете, на них выигрывали кубки. Вот, поэтому долгожданный Грифус, который все-таки сугубо назначение Даунхилл, Гравити, Фрирайд, вот, я их поставил. Сначала я поставил только на передок. Что могу сказать? Она катит, несмотря на то, что она достаточно зубатая, и, ну, она широкая, у нее большой профиль, она катит. Действительно ощущается то, что середина шипа, она более жесткая, боковина более мягкая. Значит, вообще покрышка не предназначена для чистой грязи в ухе. В грязь я заезжал, чистится даже лучше, чем, ну, можно сравнить, там, с тем же миньоном, да. Чистится она лучше. В принципе, катать можно, но, наверное, не в самое там лютое говно. Боковой шип держит, но нужно играться с давлением. Нужно понимать, на каком давлении вы катаетесь. Я сейчас катаюсь на 1.8-1.6, дабы не было бокового качения, бокового срыва. Пробивал я ее уже до упора, до обода, до звона, пока никаких нареканий не было. Швальба у меня тоже ходила норм, но иногда, когда пробивал до обода, вылазили, типа, как пузырьки, немножко корт слоился. Здесь, несмотря на то, что он по ощущениям немножко тоньше, но пока такого не замечено. То есть у меня пока только позитивные эмоции. Возможно, назад я себе поставлю версию 2.4 для большего наката. Сейчас у меня 2.5 стоит. Это 27-е колеса. Скажи, вот эта вот коричневая штука, это сугубо стилек, она ничего не придает? Ничего, но смотрится просто шикарно. Посмотри. Мне очень нравится. Скажи еще, многие практикуют, типа, спереди ставить покрышку зубатую, сзади накатистую. Ну, ты сказал свое мнение, что 2.4 можно поставить спереди, это будет плюс-минус то же самое. А если вообще другую покрышку более накатистую, есть смысл ставить? В принципе, есть. Если трассы более плоские, с большим количеством контур-углов, и они преимущественно без какой-то жести, уклона, где вам не нужно адский зацеп на заднем колесе, тогда да, имеет смысл, потому что, во-первых, у вас и контроль будет, ну, в моменты срыва контролироваться лучше в поворотах, ну, и плюс наката будет больше. Плюс, какие-то минусы есть у нее, которые ты заметил? Ну, то, что хотелось бы, чтобы улучшили в этой покрышке, сделали? Пока я не настолько долго катаюсь, единственный минус, я не сразу понял давление, какое мне нужно, потому что, по сравнению с той же швальбой, стенка тоньше, и когда ты качаешь сюда такое же давление, она почему-то казалась мне дубовой. И когда я ее спустил, ну, по ощущениям, вот она мягенькая, она у меня начала подворачиваться. То есть, только манометром и пробовать. На каком давлении ты сейчас ездишь? Я же уже сказал, 1,6 и 1,8. Спереди 1,8? Спереди 1,6 и сзади 1,8. Спасибо, Вадосу. Я надеюсь, я тоже скоро смогу их затестить, потому что моя уже скользит, но я еще не готов. У меня тут просто очень сухо, и поэтому, я думаю, зачем не торопиться. Если вы хотите увидеть обзор на этот велосипед, это демо какого года? Демо 15. Демо 15. Ставьте лайк, пишите об этом в комментарии, в следующем видео сделаем обзор на этот велосипед, потому что, в принципе, мне было бы интересно, и даже интересно было бы на нем проехаться. Только мои мозоли чуть-чуть заживут, обязательно возьму Влада и протещу на склоне. Ну, а сейчас поднимемся наверх, спустим какую-то интересную трассочку, я буду ехать прямо за Вадосом, и посмотрим на поворотах, как его держат. Я думаю, ну, примерно можно будет понять, хороший держак оленя. Но сейчас, конечно, сухо. Если вдруг будет мокро, то мы заценим и такой вариант. Теперь. Это лег op, а не знаю. Наживай, что я решил. Но сухо. Это легенда, это легенда. Это легенда. Не такое легенда. Сейчас. Я знаю, я думаю. Я пойду. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok